Всем привет! Меня зовут Алена, я очень рада всех вас видеть. Сегодня буду показывать вам свои покупки, подарки, в общем, выполнение своей вышивальной коллекции за последние полгода. Я очень стараюсь ничего не покупать, я, в общем-то, всего один раз не удержалась и пополнила свои запасы красивыми какими-то схемами и вещицами. Впрочем, все я вам сейчас покажу, сильно вступление задерживать не буду. Поэтому, давайте только так быстренько, о чем мы сегодня поговорим, начну с конца, так как мне показалось удобнее. Во-первых, мой недавний заказ в магазине 123Stitch, это был первый мой заказ в данном магазине, все прошло хорошо с технической точки зрения. Быстро заказ чуть больше, чем две недели, очень быстро, я считаю, что заказ ко мне пришел. Единственный минус, да, конечно, доставка там очень дешево, 4, ну, в общем, меньше 5 долларов стоит доставка, но она отслеживается только на территории США. То есть, как только она попадает в Россию, ей присваивается новый трек-номер и ничего о своей посылке вы узнать не сможете до тех пор, пока она не поступит в ваше почтовое отделение. Но у меня, слава богу, все прошло хорошо и, надеюсь, в дальнейшем тоже буду пользоваться услугами этого магазина. Дальше я покажу вам свои подарки. Это несколько бисерных наборов от компании Золотые ручки, покажу только один, потому что он самый маленький, его легко держать, а все остальные большие просто тяжело будет поднимать. И, кстати, конкретно этот набор мы с вами вскроем, посмотрим на бисер, потому что я относительно в ближайшее время планирую начать его вышивать. Расскажу, почему его, почему не буду продолжать дачу. Да, это те, кто следит за моим каналом, помнят, что когда-то домой я начинала тоже от Золотых ручек набор с дачным домиком, там очень красивый куст пионов, но вот пока до сих пор не вышла. Однако буду начинать новый. Обо всем этом расскажу и буквально под занавес покажу еще пару уже вышивальных наборов. Именно крестиком я имею в виду, это тоже то, что мне досталось в качестве подарков. Такое у нас на сегодня расписание, так что, если вам интересно, оставайтесь, присоединяйтесь и давайте вместе смотреть. Первая схема, которую я вам покажу, это часть моей будущей галереи сэмплеров, которую я планирую устроить на лестнице мечты. Вы помните, я показывала вам фотографию, к сожалению, так и не знаю, кому она принадлежит, но на мой взгляд в этой фотографии прекрасно все, за исключением фигурок, которые стоят на ступеньках. Так что да, нечто подобное я надеюсь в своем будущем доме сотворить. Ну и понятное дело, нужно немало сэмплеров для такой красоты вышить. Так вот, одной из работ, которую я планирую туда повесить, я выбрала вот такой французский сэмплер от компании Refle des Sois. Почему именно его? Потому что, знаете, и это очень бывает заметно, когда смотришь каналы, которые посвящены в основном именно примитивам и сэмплерам, они похожие. Они очень похожие друг на друга, потому что в большинстве своем мы вышиваем американские, английские репродукции, если мы говорим именно о репродукциях сэмплеров. И один, два, пять, десять, но потом они действительно все очень-очень становятся друг на друга похожи. А этот он сразу бросает, несмотря на то, что он очень опять-таки похож на все, ну смотрите, что у нас есть бордюр, есть алфавит, есть там узорчик небольшой, есть вазоны с цветами, в общем-то год и инициалы вышивальщицы. Все вроде бы стандартно, но все равно сразу же видно, что стиль совершенно другой. Здесь абсолютно другой бордюр, те же самые вазоны с цветами, они тоже вышиты совершенно по-другому. Поэтому, несмотря на то, что общий такой стиль и общий джентльменский набор элементов, которые присутствуют практически в каждом сэмплере, он сохранет. Тем не менее, эта работа очень сильно отличается, и поэтому я просто не могла ее не заметить. Давайте я покажу вам сейчас ее чуть поближе, чтобы вы смогли еще получше разглядеть. Совсем немножко бликует обложка, но мне кажется, это не очень будет вам мешать. В названии, видите, указаны только инициалы вышивальщицы и год. Собственно, та информация, которая и есть на сэмплере. Мне очень нравится, что здесь все цветы разные. То есть, все вот эти вазоны на горшочке с цветами, они все разные, они не повторяются. Повторяются лишь элементы угловые, вот эти, не знаю, крестики. И даже бордюр, он с одной стороны повторяется, он немножко, знаете, такой, отражен как будто по диагонали, вот так вот. И то не совсем точно. И мне этот момент тоже очень понравился. Посмотрите, верхняя граница, но она практически ровная. А если вы будете смотреть вниз, видно, что один край правый, он очень сильно ниже. Ну, прям заметно так проседает относительно левого. И даже это мне нравится. Но какая-то в этом есть изюминка. Да, не знаю. С одной стороны, я такой приверженец прям всего одинакового. А с другой стороны, мне так нравится. Ну, то есть, я люблю симметрию, при этом я очень люблю, когда элементы различные. Вот, да, так все непросто. Но эта работа, она, в общем-то, всем моим таким запросам и отвечала. Значит, это буклет. Да, схема идет в виде буклета. На обратной стороне есть информация. Ну, знаете, ее тут, собственно, информация. Это всего четыре строчки. Все исключительно на французском. Но особо, я думаю, у опытной вышивальщицы не будет проблем с тем, чтобы понять, что здесь написано. Потому что, действительно, информация раз-два и обчелся. Да? Мы видим, что вышит работа на превью, вышита на льнец Вайгарт. Вот, естественно, за что я не люблю французские схемы. Ну, как не люблю? Я никак не могу запомнить их систему обозначения каунтов ткани. Потому что они пользуются другой системой. Вы видите, вот здесь они указывают количество нитей на сантиметр. И я вечно забываю. Вот 16 нитей на сантиметр. Это получается либо 36, либо 40. Не помню. Но какой-то вот такой достаточно мелкий каунт. Потому что у нас нить. Это будет указано в последней строчке вот здесь. Что вышивается в одну нить через две нити переплетения. Также указан размер. 261 на 302 крестика. Ну, и, в общем-то, стандартная фраза о том, что квадратик схемы – это две нити основы. Дальше идут нитки. Основная палитра здесь представлена в шелке. Это Веросуа, французский шелк, которым очень много каких семблеров вышивается. Здесь 16 цветов. И только одного цвета понадобится два мотка. Вот один номер. Указано, что расход 6 метров. А в моточке Веросуа 5 метров. Поэтому, да, его придется брать два, но и один цвет. Здесь тоже есть 5 метров. То есть, так будет на грани. Нужно быть осторожным. Ну, и, конечно же, есть конверсия в DMC. Поэтому уже тут будет каждый вышивать как хочет. Кстати, вышито на цвете льна 323. Это летний хаки. Мне кажется, что очень здорово. Прямо здесь я бы ничего не меняла. Я бы вышивала точно по ключу. Но особенно, если надеется на то, что полиграфия хороша. И мы видим именно то, что получится в итоге. То есть, потихоньку буду покупать шелк. Собирать материалы. И когда-нибудь обязательно эту работу вышью. Внутри здесь тоже особо ничего интересного. Только листочки со схемой. Как обычно, есть место пересечения. Вот на нескольких листах достаточно крупная, четкая схема. Следующий я покажу вам схему от компании JustNone. Это первая моя схема вот этого производителя. Она идет вместе. В наборе к ней идут вот такие различные украшения, которые мы с вами тоже сейчас посмотрим. И посмотрите, это такой восьмиугольный кубик. Ну, вы знаете, что компания JustNone выпускает много таких всевозможных украшалочек. Вот некоторые из них мне давно уже приглянулись. Я все смотрела, смотрела. И решила, в конце концов, надо же покупать. Тем более, теперь у меня появилось свое рукодельное место. Когда я доведу его до ума, обязательно вам все это покажу. Но самое главное, что теперь есть куда все это прелестные всякие такие штучки и украшательства ставить. Потому что раньше совершенно было некуда. А сейчас, да, можно потихоньку собирать такие понравившиеся наборы, вышивать и, в общем-то, украшать свое рукодельное, свой рукодельный уголок. Так вот, чем мне приглянулся именно этот кубик? Ну, он не совсем, правда, кубик. Да, он такой восьмиугольный кубик. Помимо того, что он, конечно же, розовенький и миленький. И здесь на каждой грани своя картинка. А здесь расположен стишок. Рифмованное четверосиштя на каждой стороне по строчке. И если вот заглавная картонка, она достаточно сильно увлекует. Будем смотреть вот так под углом. И если сделать такой вольный перевод, то в этом стихотворении говорится о том, что в моем маленьком королевстве крестиков я королева иголочки и начальник всех ниток. Да, то есть немножко напоминает нашего мой Дадыра, который, да, умывальников начальник и мочалок командир, но он такой на вышивальный лад. Мне очень это все понравилось. На английском это звучит очень мило. Хорошо рифмуются строчки. И вот посмотрите, на каждой стороне тут птички, пчелки. Такая садовая тема. Ну, Джаснан, они все, по-моему, ми-ми-ми, такие миленькие. Они выпускают схемы. И особенно мне нравится вот здесь на донышке. Посмотрите, несмотря на то, что практически никому эта часть работы будет не видна, там все равно есть черепашка и мышка. Все очень-очень приятно. Да, в комплект к этому кубику существует также вот такая мышь. Очень распространенная форма игрушки, или как ее назвать-то, украшение для Джасна. Но вот лично я их совершенно не понимаю, этих мышек никаких. Поэтому я остановилась на одном только кубике. И давайте же посмотрим, что, собственно, в наборе есть. То есть это вот такой вот жесткий картонный листочек один. Есть цветная хорошая, здесь, кстати, полиграфия, хорошая печать. Можно практически каждый крестик внимательно рассмотреть. На оборотной стороне нитки. Но, по-моему, они есть и здесь. Да, и здесь меньше бликует. Давайте поэтому на них посмотрим. Значит, что нам нужно, чтобы отшивать этот набор. В основном все вышивается нитями DMC. Ну, посмотрите. Не посчитаю я сейчас, ладно. Не посчитаю сразу, сколько их. Но достаточно много. Мне кажется, в районе 20. Дальше. Нам нужна одна нитка от Gentle Art. Это называется цвет чайной розы. И я сразу его купила. Посмотрите, как раз на белое вам положу, чтобы хорошо отражался цвет. Цвет-то, конечно, приятный. Но я вообще не вижу в нем ничего. Никаких переходов, ни там что-то такого. Нет. Я не знаю. Конечно, у меня нет палитры DMC. Я не могу там провести сравнение. И, может быть, действительно невозможно было подобрать никакой аналог обыкновенных нитей Moulinet. Но, ну, ладно. Как есть ключи, я так и купила. Я, кстати, не знаю, что будет вышиваться этой ниткой. Ну, наверное, что-нибудь, что-нибудь, чего есть много. Может, какие-нибудь вот эти. Вот посмотрите. Так, чтобы было видно. Вот здесь вот есть наверху вот такие гладевые стишки. Может быть, они. Может быть, рамочка. Ну, то есть что-то, да, наверняка, чего много. Что будет в каждой стороне этой ниткой будет вышиваться. Дальше нам нужен крейник. Четверка номер 3202. Вот такой вот золотистый. Тоже его сразу решила заказать. Хотя у меня был похожий цвет. По-моему, у меня 3201, что ли, или 3203. В общем, какой-то соседний. И разница между ними абсолютно небольшая. Потому что, если бы можно было сравнить, если бы у меня дома была палитра, я бы совершенно не тратилась на покупку этого металлика. К тому же, я не думаю, что где-то много он будет здесь использоваться. И что у нас еще есть последнее в этом списке? Это ткань. Ткань от Виксов. Я не помню, почему я ее не купила. У меня есть два варианта. Вариант один. Ее просто не было в наличии в магазине. И вариант второй. Я решила, наверное, что можно найти что-нибудь от Swagger, да, или что-нибудь по... Ну, не такое дорогое. Потому что ткань от Викс Дайвок достаточно дорогая. Здесь, ну, опять-таки, не знаю, где здесь эти переходы, не переходы. Я вот ничего такого прям... Ну, может быть, чуть-чуть вот здесь вот что-то как-то видно, что неравномерный цвет. Но, знаете, опять же, это вот нужно все заглядывать и все это смотреть, разглядывать под лупой, да, или только зная, что вот там такая прекрасная ткань, где-то пытаться эти переходы рассмотреть. А так, предостаточно вышивки и украшатель всяких, и бисер, и всего на свете. Я думаю, что однотонная светло-розовая ткань замечательно к этому подойдет. Осталось только найти, какая. Тут 32-й каунт. У меня есть розовый цвет от X-Ju Design. Я покупала, но, мне кажется, там меньше. Каунт мельче. Ну, в общем, ладно. Ткань это, наверное, самое простое, что может здесь быть. Так что разберемся. И давайте посмотрим поближе на пакетик с украшательством. Я сейчас попытаюсь, конечно, не буду открывать, потому что иначе все это рассыпется. Я совершенно без них останусь. Но постараюсь вот так вам их более-менее ровно разложить. Значит, здесь есть 4 очень красивые бусинки, которые являются ножками. Есть корона. Она будет на верхушке, на верхней части. И есть здесь, по-моему, и рубка, и мелкий бисер, и бусинки чуть крупнее розовые. Ну, в общем, все, что необходимо для того, чтобы полностью вышить этот дизайн. Даже вот эта картонка, я сначала подумала, что она тут лежит просто, ну, знаете, чтобы там бисер не рассыпался. Или как-то форму просто придать этому пакетику. Но нет, вот здесь перечислено, что вот этот картонный кусочек, он тоже как бы входит в перечень материалов. Я вот сейчас думаю, что, может быть, это донышко, он сюда должно вставляться. И его сразу нам положили. Ну, вдруг у вас нет картоночки. И неоткуда вырезать. Так, так что это материалы. То есть, кроме ткани, я решила купить сразу все необходимые материалы. Давайте посмотрим, как выглядит инструкция. Она выглядит тоже как книжечка. Очень крупная, очень четкая печать. Каждая сторона на одном цвете. Действительно, очень большие схемы. Да, я думаю, что никакой проблемы. И показано, как они должны быть все расположены на одном листе. И, кстати, более мелкий размер. Если кто-то, я знаю, бывает, не любит вышивать по очень крупным таким схемам, то есть и более мелкий, более удобный вариант. Можно один листочек отксерить, и удобно будет все вышивать. Так что вот такая вот красота у меня получилась. Давайте еще разочек полюбуемся. Здорово. Осталось теперь как-нибудь все это впихнуть в планы. Хоть бы на следующий год влезли. Не знаю, это будет мой первый Just Not. Поэтому даже не могу предположить, какое количество времени мне может понадобиться на его отшив. И третья и последняя схема из этой покупки. Это тоже впервые я знакомлюсь с компанией The Victoria Sempler. Это серия Ale Room. И в данном случае это Stitching Sempler. То есть семплер, посвященный вышивке из коллекции таких семейных реликвий. Потрясающей красоты семплер. И здесь также присутствует стихотворение. Очень красивое. Я, ну как всегда, не буду читать вам английский вариант. Я сразу скажу перевод. Смысл этого стихотворения в том, что бабушка любила рукодельничать и передала эту любовь мне. И моя дочь переняла от меня вот эту любовь к рукоделию. И в общем нас сквозь года соединяют ниточки, соединяет наша любовь к вышивке. Конкретно к моей семье это не совсем подходит. Потому что у меня в основном вяжут. Ну, наверное, вязали. Бабушки, мама раньше вязала. А вышивала у меня только сестра дедушки. Но она вышивала гладью. Вы знаете, вот я вам показывала свою лестницу мечты. А у нее была такая стена в квартире, в коридоре. Я помню, что приходила к ней в гости, когда была маленькая. Вот вы заходите в такую маленькую-маленькую. Она жила в доме, где очень небольшие квартиры, там небольшая прихожая. Но вся стена вот действительно от пола до потолка была завешена ее работами. Она очень красиво вышивала. И я сейчас жалею, что в тот момент мне это было неинтересно. Совсем. Я, конечно, удивилась. Ну, как это так? Столько работы. Они прям сплошняком, однако, одной вот так на стене висят. Она вышивала абсолютно все. И цветы, и жанровые сцены, и пейзажи. Это все на свете, но исключительно в технике гладь. Поэтому, да. Жалко, что тогда я это не любила, не знала и не ценила. Я бы, наверное, разглядывала как-то повнимательнее. Но, тем не менее, несмотря на то, что это не подходит конкретно моей семье, мне все равно очень понравился этот сэмплер. Давайте посмотрим поближе. Я не скажу, что тут прям идеальная такая уж печать. Но все-таки основные элементы и общее такое представление об этой работе составить можно. Как всегда, у Виктории Сэмплер много различных стежков. Мне еще, смотрите, что нравится вот эта самая верхняя сценка. Обратите внимание, что от нее веет такой стариной прялка вот эта с левой стороны с кольцом. Да, и все такие девочки в платьицах. Дальше мы с вами продвигаемся все ниже и ниже. Тоже всевозможные бордюры, узоры, красивые элементы. Уже посмотрите, посовременнее. Да, если тут у нас сидели в саду, на природе вышивали. Здесь уже, видим, где-то в квартире есть и машинка, и торшер. Уже такие времена более современные. Дальше тоже еще раз повторяется алфавит. Тут у нас три или сколько тут? Да, три раза встречается. Опять же, разные элементы красивые. Здесь элемент маленький, хардангер. И спускаемся все ниже и ниже и ниже. И посмотрите, вот здесь, мне кажется, такая явная отличительная черта современной картинки в том, что женщина или девушка, да, это именно девушка по центру, она в синих штанах. То есть она не в юбке, она не в платье, она уже в штанах. То есть точно видно, что это наше современное время. И оканчивается тоже сэмплер такими очень красивыми элементами хардангера. Потрясающая работа. Ну, в общем-то, мне кажется, вы знаете, у компании Виктория Сэмплер мне нравится, ну, я не могу сказать, что прямо абсолютно все, но подавляющее большинство работ. Поэтому, наверное, когда-нибудь потихоньку я их выишью. Особенно, если мы будем говорить с вами. Ну, давайте, не буду пока далеко откладывать вот об этой коллекции, да, которая семейная реликвия. Смотрите, какие все красивые сэмплеры. Сколько здесь много всего. Много красоты. Вот, единственная печальная новость, которая, я не знаю, может, на самом деле это уже давно не новость. И те, кто за этой компанией следят, они давно в курсе, что наборы ниточек, которые продаются к этим схемам, они больше не выпускаются. Я, когда делала покупку, ну, как уже говорила вам, да, в магазине 1,2,3,4, там есть вот эта волшебная кнопочка «Добавить все в корзину». Я ее обожаю. То есть выбрали себе какую-то схему и не паритесь. Там, какие нитки, какое, что. Нажали вот кнопочку, раз, вам все в корзину сразу насыпалось. И когда я так сделала для этого сэмплера, мне сказали, что, извините, вот этот пэк с нитками, он там стоил, ну, практически 100 долларов, где-то там 96-98, я не помню, ну, где-то в этом порядке, что его он сейчас нет, да, он сэлдаут, там, уведомится, ну, все это как обычно. Я говорю, ну, хорошо, нет, так нет, появится дальше. Я уже получила эту посылку, что-то у меня прям так хотелось, а прям уж чуть ли не начать. Ну, не знаю, я очень часто открывала эту схему, смотрела, но я думаю, нет, ладно, пойду на сайт сам, сайт Виктории Сэмплера, я посмотрю, может быть, там куплю, будет быстрее, чем ждать, пока он появится здесь. И увидела, что практически все там за очень небольшим, какой-то один, по-моему, всего был в наличии какому-то другому сэмплеру, вот этот пэк с нитками, а всего остального нет, вообще все сэлдаут. У меня закралось какое-то нехорошее сомнение. Я написала в техподдержку сайта, что так и так, захотела у вас вот купить, я тут смотрю, что этого нет, того нет, и вообще все распродано, вы там расскажите, будет какая-то поставка или что происходит. На что мне очень быстро, кстати, пришел ответ, очень вежливый, что так и так, больше эти пэки не производятся. Все, их больше не будет. И они посоветовали, говорят, ну, поищите эти поставки где-то по магазинам или, может быть, вам поможет eBay. Вот, поэтому если вдруг, как и я, вы были в танке, да, не следили за новостями этой компании и не знали, то вот эти пэки, если где-то вы их видите, и если у вас бродит мысль о том, что когда-нибудь, возможно, вы бы хотели вышить, нужно брать и покупать. Вот, так что, да, теперь eBay мне в помощь, а может быть, я обращусь опять к Ксении из магазина Madame Needle, которая мне в свое время помогла очень быстро найти нитки Memory DMC. Вы помните, я совушку вышивала, я ее решила вышивать именно тогда, когда эти нитки уже давно сняли с производства, но она мне помогла и все нужные цвета достаточно быстро нашла. Так вот, я к тому, что пока у меня эта схема будет лежать и буду я думать, что делать. А почему буду думать? Значит, смотрите, здесь, ну, во-первых, вот таким образом выглядят, естественно, схемы и очень много объяснений. Здесь очень-очень много, посмотрите, вот такой инструкции. По каждому, сколько их, вот смотрите, под номером 36 идет хардангер, то есть вся вот эта, весь сэмплер, он разбит вот так на линии, про каждую линию, про каждую область написано, что, как, чем, какими нитками, в общем, как ее вышивать. Это приблизительно вот, а ровно, смотреть не приблизительно, а ровно половину книги занимает, а половину буклета, вторая половина буклета, это схемы для стежков. Очень четко, ярко, понятно, все крупно, по-моему, не ошибешься. Вот, ну сейчас давайте с вами посмотрим вот на этот момент. Вот он как раз идет, описание того, что должно было быть в этом наборе с ниточками, я чисто ради интереса села, думаю, ну-ка я посчитаю. То есть я помню, что конкретно этому сэмплеру, я вам уже озвучила цену, что-то было, ну, чуть-чуть меньше 100 долларов. Я, конечно, не стала выискивать все необходимые здесь цвета, я просто посмотрела, какие есть нитки, какое их количество, там, по-моему, needlepoint, там 6 цветов, там, глорианы, там, сколько-то, 5 цветов, ну, не помню уже. В общем, села и посчитала, и приблизительно, приблизительно около 150 долларов у меня получился вот весь этот набор. Вот, соответственно, думайте сами, решайте сами, да, с одной стороны, понятно, что цена, да, 100 и 150, это выше, с другой стороны, за 150 вы получите эти матки целиком. Навряд ли у вас, да, ну, не навряд ли, а точно на такой сэмплеру у вас не уйдут по целому мотку ниток, и прилично будут остатки. Поэтому, если вы планируете что-то вышивать подбором, то, возможно, даже вариант вот такой собирать самостоятельно все материалы, он будет более целесообразный, более выгодный. Но, есть еще одно большое но, это поиск вот этих цветов, где они там что в наличии, что не в наличии, как что заказывать, поэтому пока не знаю, вот схема есть, я на нее смотрю, радуюсь, я поставила себе наебе напоминалку, ну, не напоминалку, да, а уведомление о том, что если появится где-то вот в продаже, ну, в общем, периодически я буду поглядывать. А что, чем это все обернется в итоге, буду я подбирать материалы, или буду я искать вот этот вот набор, не знаю. А мы с вами узнаем об этом вместе. Так, со схемами на этом все. Ну, покажу вам несколько аксессуаров, которые я купила. Так, давайте, наверное, поближе. Здесь уже будут такие мелкие вещицы, поэтому, чтобы было удобнее разглядывать. Итак, перед вами два набора пуговок, вернее, один набор и одна пуговка от компании Justin and the Button Company. Они мне нужны были для моей улитки. Кто смотрит мои вышивальные недели, знает, что я уже близка к завершению этого процесса, и для его оформления, для окончательного его завершения, мне нужны несколько пуговок. Там, конечно, пуговки все нужны по одной. Но дело в том, что застать их в одном магазине... Я не единожды пыталась это сделать, но в одном магазине застать все необходимые мне пуговицы мне никогда не получалось. То одной нет, то где-то двух нет, то чего-то еще как-то нет. А заказывать... Ну, вы представьте себе доставка. Это вот тот же самый 1, 2, 3 у нас дешевую доставку делает. Во всех остальных магазинах она намного дороже. И заказывать там пуговку за доллар или за два и платить за доставку, но это совершенно как-то не вариант. Поэтому я постаралась подобрать такой набор, где будет как можно больше нужных мне пуговок, но остальные я просто заменю. Итак, посмотрите. Мне нужен был вот этот желтый цветочек. Именно такая пуговица. Мне нужна была именно такая бабочка. И мне нужна была божья коровка, но единственное, чуточку больше. Но я надеюсь, что когда я вышью все и уже буду там как-то что-то примерять на нужные места, что не так сильно будет заметна разница. И такая маленькая божья коровка мне тоже подойдет. И, конечно же, мне нужна была пчелка. Причем пчелка мне нужна была вот именно такая, как есть в этом наборе, но большая. К сожалению, ее найти было сложно, не получилось. Зато я нашла другую пчелку. То есть она точно такой же формы, как раз нужного мне большого размера, но немножко по-другому раскрашена. Но я думаю, что это настолько уже незначительно. Кто не знает, тот и не поймет, что там должно быть что-то другое. Эта пчелка будет вместо буквы B английской. И я не помню, по-моему, две какие-то пуговки мне не хватают. Или одна, или две, по-моему, в общем, не помню. Что-то я так и не смогла найти из нужного жучка какого-то. Я решила заменить, по-моему, одного все-таки жучка. Вот этим синим цветочком. В итоге у меня две пуговки еще останутся. А ну почему это останется? Ну куда-нибудь, когда-нибудь наверняка. Знаете, всему придет свое время. И я эти пуговки где-то использую. А так, наконец-то, у меня все есть. Можно совершенно спокойно процесс завершать и эти пуговицы на место пришивать. Надеюсь, что получится все красиво. Они, кстати, были упакованы еще отдельно. Вот в такой мешочек. Вот чтобы, не знаю, наверное, чтобы не растерялись. И целиком еще вся вот эта посылка была подложена достаточно плотная картонка. Видимо, для того, чтобы не помялись схемы. Так что тут тоже к упаковке магазина претензий никаких нет. И последнее, что я там купила, это несколько моточков ниток. Это шелк Верасуа. Но я пока не скажу вам, для чего. Да, значит, я задумала тут. Это все еще к разговору о той самой лестнице. Да, и вот этой моей стене будущей сэмплеров. Есть одна задумка. Она была у меня уже давно. Но я вам даже могу сказать, что это один из несостоявшихся стартов этого апреля. Но у меня просто не было возможности тогда купить нитки. А вышивать я хотела и именно в шелке. Ну, поэтому, да, думаю, я отложу. Может быть, на следующий год. Может быть, там когда-то еще. И просто потихоньку там... У меня, по-моему, до крулой какой-то суммы я хотела дополнить как бы заказ. И я решила, что вот как раз необходимые несколько цветов я закажу. Очень приятные нитки. Я никогда еще не вышивала этим шелком. У меня, правда, есть несколько шпулек. Мне просто тогда захотелось. Не знаю, ну, наверное, это было связано с тем, что я подписалась на инстаграм-аккаунт от Handsacross the Sea. А в основном Никола, по-моему, зовут, если я не ошибаюсь, да, хозяйку и, в общем-то, автора всех этих схем. Она вышивает в основном как раз шелком Варасуа, тем, который намотан на такие белые шпульки. И мне так захотелось иметь эти нитки, что я вот просто пошла тогда в Greenbird и несколько цветов купила. Цвета, какие понравились по картинке, такие выбрала. Вот, поэтому они теперь есть, радуют мой глаз. И, наверное, когда-нибудь что-нибудь я из них, ну, естественно, где-то их использую и что-то вышью. Но здесь по ключу нужны были другие цвета и, соответственно, другие нитки. И, да, их я и купила. На этом мой заказ из магазина 123 закончен. И сейчас мы с вами перейдем к бисеру с золотым ручком. Итак, золотые ручки. Всего у меня появилось три набора. Все три это вышивка бисером. Мы начнем с вами с тех двух, которые открывать не будем. Да, я понимаю, что они шуршат, они в упаковке. Возможно, хотелось бы посмотреть бисер. Но почему я теперь не вскрываю эти наборы до того, как, в общем-то, непосредственно начну их вышивать? Потому что очень хлипкая упаковка. Вот этот самый прозрачный шуршащий пакетик моментально просто расходится по шву. У меня так случилось уже дважды. И я просто боюсь наборов достаточно много. Я боюсь все это потом растерять. Это перепутается. Это где-то нужно искать вот эти большие пакеты. А формат этих наборов, наверное, А3, по крайней мере, вот двух больших, которые я вам сегодня покажу. Я имею в виду формат вот самой вот этой упаковки. И бисера здесь очень много. Я, конечно, специально не взвешивала, но больше килограмма точно. Потому что действительно работа тяжелая. Она большая. Это у нас летний пейзаж. Очень красивая работа. Я не все, конечно, но, понятно, деревья познала. Понятный смысл, что вот это береза. И я, предполагаю, думаю, что это дуб. Вот эти два, не знаю, светлых. Но мне очень понравился этот дуб. Понравились и дорога, и цветочки. Это, знаете, такой совместный выбор у нас с мужем. Я ему обычно в 15-20 наборов выбираю, которые мне нравятся. А он уже дальше окончательный выбор делает сам. И вот он решил такой красивый пейзаж мне подарить. Ой, работа гигантская. 66 на 32. Ой, на 33. Действительно, очень-очень большая. 47 цветов бисера. Ой, когда все это буду вышивать, не знаю. Но по-прежнему хочется. Я частенько захожу и в группу, и смотрю и новинки, которые у золотых ручек появляются. Много, много всего красивого. Надеюсь, что все-таки смогу бисеру в своем расписании время тоже уделить. Так, это был летний пейзаж. Оп, немножко шуршим. И переходим к следующей работе. Ой, какие они, правда, тяжелые. Эта работа называется «Весенний сад». И посмотрите, чем она отличается от предыдущей, собственно, от всех остальных, которые у меня были. Здесь неполная зашивка. То есть вот эта центральная, тоже такой, да, пейзаж, это полностью все зашивается. А вот здесь, ну, что вы видите, вот это светлое, это остается канва. Вот это наверху, то есть как рамочка, это все бисер мне зашивается. И здесь есть очень милые такие, не знаю, пчелки, мушки, бабочки. Они вышиваются нитками. Оригинальная очень работа, которая, честно говоря, мне с одной стороны нравится. Очень нравится сюжет. Но у меня такие есть опасения по поводу того, как ее вышивать, как это все натягивать. Потому что такая, с одной стороны, плотная, но, тем не менее, неполная зашивка. Не знаю. Я просто с бисером очень так на «вы». В общем-то, ни одной еще пока у меня нет готовой работы, чтобы полностью такая была полная зашивка. Всегда бисеры это были просто какие-то украшательства. Поэтому я не очень пока понимаю и могу себе представить, как это будет сочетаться все. То есть большой такой зашитый центр и вот эти пустые края. Как это будет все натягиваться, тоже не представляю. И самый главный вопрос, к которому мы как раз сейчас дойдем, когда будем говорить о третьем наборе, это то, что я все-таки пришла к выводу, что вышивать я буду. Я буду заменять канву на 25-ю лугану. И вот как все-таки она мягче, она намного мягче Аиды. И насколько это будет... Это будет очень хорошая замена в плане ровности бисера, в плане того, как будут лежать бисеринки. Но вот насколько выдержит ли она. И, в общем, не знаю. Сочетание вот этих незашитых пустых боков надо где-то поискать. Я, честно говоря, от шефа этого набора не искала. Надо поискать, посмотреть, как это все выглядит. Но, возможно, да невозможно, я точно уверена, что это будет не первый мой набор. И я, наверняка, уже как-то немножко так побольше у меня будет умений и способностей. Не буду я так сильно бисера бояться. И, наверное, что-то там придумаем, и все получится. Эта работа чуточку поменьше. 51 на 41. Здесь 46 цветов. Да, но все равно работы будет очень-очень много. Красивая. Не совсем правда. Мне почему-то кажется, что вот это как-то не наша история. Если здесь церковь, купола, цветущие деревья, это все хорошо. То вот это я никак не могу понять. Такие, знаете, плакучие, полупустые, я имею в виду, что без листвы и особо ветки. При этом очень сильно в цветах. Я не могу никак решить, что это за дерево. Тем не менее, вместе все выглядит очень даже симпатично. Ну и давайте перейдем к третьему набору, который мы с вами рассмотрим поподробнее. Это зимушка. Вы сразу видите, насколько здесь меньше упаковка. Она как раз уже в формат А4 подходит. Размер самой работы будет 38 на 20 сантиметров. Это самая маленькая работа, которая у меня есть. Вышивается, используется 37 цветов бисера. И почему же я буду вышивать ее, почему не буду вышивать дачу? Как раз таки потому, что я хочу все-таки заменить Аиду на Лугану. Да, я вам сейчас поставлю картинку. Я не знаю, чья она. И девушка, в общем, начнем сначала, да, компания Золотые ручки, если кто вдруг не знает, решила по запросам трудящихся вышивать наборы, вышивать, выпускать такие бисерные наборы без канвы. На цене это не особо сильно сказывается. Они там стоят, я не знаю, какие-то там 100-200 рублей, может быть, дешевле. Но факт в том, что люди, вышивающие эти бисерные картины, они делятся на два лагеря. Одни говорят, что на 14-й везде все вообще зашибись. А другие, я в их числе, говорят о том, что кориво. Бисер лежит криво. И я попала на достаточно такое активное обсуждение в их группе ВКонтакте, как раз когда они спрашивали, нужны такие наборы, будете вы сами покупать себе основы или не нужны, выпускать или не выпускать. И очень интересно строилось общение на тот момент. Я туда не заходила давно, может, кто-то что-то еще написал. Но суть в том, что люди, которые писали, что да вообще все круто, да все ровно лежит, да ничего вы не понимаете, все как бы замечательно, это были исключительно слова. А вот люди, которые писали, что нет криво, они как раз таки приводили примеры, они давали там ссылки на каких-то других участниц, кто-то постил свои фотографии. И вот одну такую фотографию я себе сохранила. Опять-таки скажу, я не знаю, чья это работа, но я надеюсь, что хозяйка не будет в обиде, что я ее использую. Как вы видите, это один и тот же участок схемы, это работа именно от золотых ручек. Один и тот же бисер на разных основах. Но здесь я думаю, что разница видна всем. И кричать о том, что, и утверждать, хорошо не кричать, да, утверждать о том, что этот бисер ровно лежит на аиде, ну нет, не ровно. Я, конечно, могу и свою работу как-нибудь при случае тоже вам еще раз показать, но дело в том, что блестящие бисеры очень сложно показывать на камере. Наверное, лучше бы фотографии, что ли, где-то сделать. И у меня там как раз такое место пока отшито, там небо и дерево. Ну там не важно, ровно, криво, издалека это дерево и дерево пушистое. Но когда доходишь до того же самого домика, и у тебя там будет кривое окно, или кривая стена, или кривое что-то там еще, ну, на мой взгляд, это будет не очень. Давайте сейчас я открою набор, чтобы вместе с вами не шуршать, и как раз-таки мы про кривые стены и окна на этом примере, да, на примере этого набора поговорим. Я открыла набор, и посмотрите заодно, что в него входит. Значит, входит, естественно, превью, входит сама схема, тут отпечатано, что, когда, кем собрано. Все с печатями, в общем, кто ответственнее, как работать. Схема вот такая черно-белая, стандартная. Здесь, по-моему, два получается. Да, два листочка, ключ есть отдельный, опять же, все с печатями, отдел контроля и так далее. Вот, сейчас это нам уже не нужно. Инструкция по вышивке, если вы в первый раз вышиваете, как вышивать, что вышивать, как закреплять. На английском та же самая инструкция, но это тоже нам не особо интересно. Так, вот так. И, конечно же, бисер. Вот таким образом сложена канва, вот, как конвертик. И в ней вся красота. Первый раз сейчас вместе с вами смотрю. Последний. Вот, все. Это, собственно, кусочек канвы. Вот вы можете уже оценить, какой получится размер. Насколько я помню, по предыдущему опыту, то есть по моей даче, там приличные где-то сантиметров пять, может быть, даже чуть больше есть запасы. Так что с канвой в плане ее количества и, в общем-то, качества самой канвы, да, у меня вопросов никаких нет. Есть вопрос с тем, что меня не удовлетворяет то, как на ней лежит бисер. Цветает, я смотрю, очень красивый. Много, естественно, голубого. Ну, мне кажется, голубой и зеленый, да. Глядя на превью, можно это увидеть. Да. Красивый, очень красивый бисер. Белый, но от каких-то, да, иголочка. Иголочки здесь. Джон Джеймс, по-моему, одна. Там у меня, наверное, была одна. Да, вот это какой-то интересный. О, нет, показалось, знаете, что с переливом какой-то цвет, но нет, просто коричневый. Прозрачный. Приятные цвета. Да, я не скажу, что какой-то есть прямо бисер, который меня поразил именно своим оттенком. Как это, допустим, было опять в той же самой даче. Но в целом, в целом все мне очень и очень нравится. Так вот, давайте вернемся к тому, что криво. Я уж не буду вам показывать этот каждый пакетик. Мы тогда иначе никогда не закончим. Да, что мне нравится, это, посмотрите, вот здесь всегда в каждом пакетике и снаружи указан номер. И снаружи указан номер. И внутри лежит вот такая бумажка. То есть, если вдруг что-то смоется с пакетиком, в любом, даже вот здесь, где ее вроде бы не видно, там обязательно внутри. И вот, видите, внутри вот это ушло. Укус. Ну, в общем, вот, да, вы ее видите, что внутри она тоже обнаруживается. Это удобно. Так, и возвращаемся, да, к нашему вопросу о том, что криво. Я вот посмотрела внимательно на превью, даже на дом можно не смотреть. Можно посмотреть на небо и увидеть проблему. Проблема. Пока обычно вышивая с одним бисером, давайте вот так, чтобы не бликовало, и смотрим вот в этот угол. Смотрите, идет вышивка одним цветом. Как все ровненько, как замечательно лежит, вроде проблем никаких. Смотрите, как дальше все меняется. Когда добавляется другой цвет, ну, мне кажется, вам видно. Мне без камеры видно это на превью. Я думаю, что вам тоже видно. Вот здесь вот тоже. Ну, разве это ровные линии? Смотрите, они совершенно неровные. Я сначала очень сильно переживала, вышивая дачу, что это у меня проблема с отсутствием сноровки, что это я не умею вышивать, это была моя первая работа, это у меня там кривые руки, ничего не получается. Но нет, зайдите в группу золотые ручки, посмотрите, у них очень много фотографий отшивок, при этом они делают крупные хорошие фотографии. Да, некоторые цвета отлично лежат, но некоторые вообще никак не лежат. И когда эти разные цвета сталкиваются, ну, в общем, местами можно, вот как и здесь, да, на одной и той же работе с одного угла все хорошо, а с другого появляется полная каша. Поэтому менять я буду, но чтобы убедиться, что все-таки это правильное решение, я пока не буду распускать дачу, да, не хочу там ничего трогать, и не хочу дачу начинать купить, да, можно, допустим, сказать, ну, оставь там, не распускай, я вышла-то совсем немножко, уголочек небольшой, оставь, просто купи ткань и начни заново. Все равно дача это большая работа. А я хочу какого-нибудь финиша, вот чтобы целиком можно было вышить, посмотреть и уже убедиться, что да, это было правильное решение, да, нужно было заменять. А то мало ли мне тоже там в итоге что-нибудь не понравится, и я решу, что нет, от добра добра нечет, и нужно вышивать на конве, на аиде, так как нам предлагает производитель. Поэтому я очень хочу сделать это в этом году, потому что у меня был в плане рестарт, ну, у меня тогда еще не было этого набора, я не знала, что он у меня будет, и у меня был в плане рестарт именно дачи на новой основе. Но теперь, поскольку у меня есть такой относительно небольшой набор, да, относительно всех остальных, а сколько в крестиках? Так, это у него в сантиметрах 38 на 20, в сантиметрах всегда плохо как-то перевожу. Так, 200 с чем-то, тут примерно 208 на 100, ну, тоже примерно на 108. Такой размер, ну да, 208 на 108, потому что небольшой, действительно небольшой получается, так, конечно, тоже не нужен. Вот, так что очень хочу хотя бы начать, хотя бы начать в этом году. Немножко сейчас разберусь со своим основным процессом, да, чтобы все уже было готово, чтобы можно было выдохнуть, программу обязательно выполнить, и потом заниматься бисером. Да, и тогда уже можно будет вышив эту работу, можно будет принять окончательное решение, заменять или не заменять, и тогда, если я решу все-таки вышивать на 25-й лугане, купить новый отрез ткани, распустить тот бисер и продолжить, ну, как бы заново, да, заново сделать рестарт дачи. Так, с золотыми ручками это тоже все, и давайте я прямо сейчас, наверное, чуть-чуть это просто в сторону подвину. Ну, вот теперь вопрос, да, я, конечно, открыла все это прекрасно, но как это все теперь хранить? Будем искать коробочку подходящую. Так вот, я вам сейчас покажу еще два наборчика, которые у меня есть. Во-первых, у меня есть вот такой вот милаш от Чудесной иглы, такой хомячок. Мне кажется, он куда-нибудь хорошо подойдет на прикладные какие-то штучки. Я вообще подумывала о том давно уже, чтобы шить какую-нибудь сумочку для пялиц, наверное, не сумочку, может быть, мешочек, у меня их очень много, всяких разных. И когда открываешь ящик рукодельный, они там все равно телепаются, норовят куда-нибудь в одну сторону ехать, то в другую. Я думаю, эту коробочку какую-то приспособить, а коробочку не получается. Думаю, надо шить мешочек, крупный, такой большой мешочек, чтобы спокойно туда все это влезало. Ну, вот, по-моему, замечательный будет вариант. Работа очень маленькая, отшиться должна будет быстро. Сколько здесь? 10 на 12, 19 цветов. Ну, он такой прелестный и как раз в тему. Очень рукодельный, очень в тему. Я еще не вышила ни одного набора от Чудесной иглы целиком, но я пробовала вышивать на их конве. Жуджудка. Я не знаю, это всегда оно такое или просто мне как-то не особо повезло. Но в любом случае здесь я бы планировала заменять, наверное, на свою любимую Линду, какой у нас. Ну, да, 14 аккаунт на Линду как раз отлично можно будет заменить и с конвой не мучиться. Так что такой вот милаш у меня в запасах есть. И вот такой потрясающий набор от Риолис. Это был подарок моей сестры, что особенно приятно. Она выбирала его сама, но она попала просто 100% в мои желания, потому что этот набор был в моем виш-листе. Все равно он все отсвечивает. Но, насколько вы знаете, Риолис упаковывает свои наборы так, что их два раза не откроешь, не закроешь. Там нужно обязательно окончательно вскрывать упаковку, потому что вот эта штука, она жутко сильно прилеплена. И никак уже потом красиво ее обратно не залепить. Поэтому пока покажу вам так. Так, большая работа, 40 на 48 сантиметров. И это, кстати, работа в как бы смешанных нитях, да, так сказать. Здесь используется и мулине от Анкор, и шерсть. У меня такого еще не было. Я Риолис до этого шила только шерстью. Я, честно говоря, не очень пока представляю, как это будет все вместе смотреться. Большая часть здесь, конечно же, это просто мулине, да, хлопок. И вот где-то отсюда, только вниз, несколько цветов начинается шерстью. Не знаю. Мне вот эти палетки надо будет делать по-другому, да, какое-то хранение. Для шерсти, опять-таки, хорошо. Там намотка в одну нить, смотал сколько нужно, отмотал. И я никогда не меняла вот эти органайзеры, когда шерстью сшивала. А вот, смоленая, что-то нужно будет думать. Вот, но в любом случае большое спасибо сестренке. Потрясающая работа. Но ее точно нужно будет брать в основной какой-то процесс, потому что полная зашивка, очень большой размер. Я думаю, что это тянет. Ну, наверное, сколько у меня голода? Тридцать чем-то тысяч обычно бывали. Ну, я тоже думаю, что здесь тысячи тридцать пять, наверное, сорок крестиков определенно будет. Вот такая красота. Ну что, на этой красивой такой ноте я заканчиваю рассказ о своих недавних приобретениях. Очень буду стараться, чтобы у меня не было в ближайшее время никаких покупок, потому что надо больше ушивать, меньше покупать. Но в любом случае спасибо вам большое, что посмотрели. И до встречи в следующих видео. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok